В Кремле прокомментировали уничтожение двух стратегических самолетов над Азовским морем. На вопрос журналистов, действительно, украинская противовоздушная оборона поразила самолет радиолокационной разведки А-50 и самолет-ретранслятор Ил-22 армии России, пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что якобы такой информации у него нет. И отправил журналистов с неудобными вопросами к Шойгу, мол, эта тема касается хода специальной военной операции и уточнять ее нужно в Министерстве обороны РФ. Однако после того, как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил уничтожение российских самолетов, россияне начали публиковать непонятные кадры. Якобы поврежденный Ил-22 приземлился в Анапе. Тем временем в силах обороны Юга Украины подтвердили, что на опубликованных кадрах запечатлен последний полет А-50 перед тем, как его поглотила морская бездна. Напомню, вечером 14 января украинские военные поразили два российских самолета над Азовским морем. Около 9 часов вечера воздушный командный пункт Ил-22 осуществлял дежурство в районе Стрелково в Херсонской области, где и был подбит. Впоследствии стало известно о сбитии воздушными силами Украины военного самолета А-50, дежурившего в районе Кирилловки в Запорожье. Авиационный эксперт Валерий Романенко назвал ущерб А-50 наибольшей потери врага в воздухе. Боевой самолет предназначен для наблюдения за целями воздуха на земле и в море, а также наведения на них другой авиации. То есть такие самолеты могут определять расположение украинских объектов, например, систем ПВО, авиации и наводить удары по ним. В советское время промышленность произвела ориентировочно 31 борт. До наших времен исправных бортов осталось около 12 в разных вариациях. 9 на вооружении Ре в вариациях А-50 и А-50У, 3-6 соответственно, остальные на вооружении Вооруженных сил Индии. Стоимость одного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 составляет около 330 миллионов долларов. Продолжение следует...